Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». В эфире «Город сегодня» здравствуйте. Хорошо, когда у человека есть друзья. А когда друзья помогают не только словом, но и действием в трудную минуту, это вообще отлично. Ведь иногда и рассчитывать не на кого, кроме друзей. На днях в социальной сети появилось сообщение об очередной ярмарке октябинских мастериц. На этот раз цель у выставки продажи особенная, благотворительная. Творчество местных мастеров жителям нашего города уже знакомо. Ни один праздник выставка не проходит без участия самобытных авторов, которые представляют свои изделия. Украшения, игрушки, сувениры – есть выбор и для подарков, и для собственного использования. Совсем недавно очередной показ состоялся во время выставки «Туризм» Сайхад Спорт. Очень часто организатором подобных ярмарок была Елена Игнатова. Сама прекрасный мастер и художник. Но теперь самой Елене нужна помощь для восстановления после тяжелой операции. И друзья-коллеги решили устроить распродажу своих изделий, чтобы собрать средства для Елены Игнатовой. Выставка о продаже состоится в субботу, 17 октября, в 15.30 в здании областной филармонии имени Газизы Жубановой. Мы пригласили одну из участниц будущей выставки, Татьяну Пехову, чтобы узнать подробнее, как будет проходить акция. Татьяна, здравствуйте. Кто будет принимать участие в данной выставке? Ну, в данной выставке, вот 17 октября, в эту субботу, в 15.30 где-то с этого времени, у нас выйдут наши мастера нашего города. Это люди разносторонние, разные товары покажутся, изделия, выполнены ручной работы. Какие изделия можно будет купить? У нас очень разносторонние. У нас есть девочки, украшения делают, бижутерию, ручной работы, причем все вылеплено руками, полимерная глина. Работы из лент у нас есть, это казанши, ободки, всевозможные заколочки. Что вы будете представлять из своих домов? У меня вязание спицами, крючком, машинное вязание у меня. Могут ли подойти желающие мастера или нужно заранее зарегистрироваться? Ну, подходят у нас, девочки дают о себе знать, что хотят. У нас свободны, так сказать. В этот день в областной филармонии будет проходить концерт. Успеют ли люди прийти и посмотреть на ваши работы, приобрести, потрогать, пощупать, понюхать? Ну, мы всегда выходим заранее, до того, как вот начинается какое-то мероприятие. Ну, естественно, мы стоим до последнего, чтобы люди могли посмотреть. Прежде всего, посмотреть, наверное, то, что могут у нас люди делать. У меня вот вопрос, приобретают все-таки люди работы или слабенько? Ну, всякие люди есть, конечно. Ну, много, очень много людей ценят. Вот вы на своем опыте, расскажите, приносит ли это прибыль, либо все-таки это душевная прибыль? Скорее всего, наверное, душевная прибыль, скорее всего. Потому как изобилие товаров у нас, понятное дело, рынок насыщен. А ручной труд как-то, он, ну, больше, наверное, смотрят. Хотя это крик души каждого мастера, скорее всего. Татьяна, какие проблемы сегодня существуют в работе народных мастеров и есть ли возможности для реализации изделий? Вы знаете, проблемы у нас, конечно, существуют. Главная проблема то, что у нас нету места. Мы вот пользуемся, как кто позовет, где-то парк, где-то какое-то мероприятие. А вот часто бывает вопрос такой, где вы находитесь часто, ну, постоянно. Чья идея была в том, чтобы помочь Елене? Всегда на зажигалке, я вижу ее на различных выставках. Ну, это, наверное, общая идея. Как говорится, кто-то сказал и все поддержали. Потому как, ну, как, девиз у нас какой? Золотые руки подают руку помощи. Мы не можем человека оставить в беде, тем более в такой ситуации, как она сейчас оказалась. Татьяна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Вам всех благ и крепкого здоровья. И всему вашему творческому коллективу. Спасибо большое. Друзья, поддержим все вместе. Ведь каждый из нас может оказаться в любой ситуации. 17 октября в 15.30 встречаемся в областной филармонии имени Газизы Жубановой. Сегодня мы по телефону связались с Еленой Игнатовой, чтобы узнать, как она себя чувствует и что думает об идее своих друзей. Ну, операция была очень долгой, потеряла много крови. Сейчас, конечно, очень большая слабость и на руках лежачая мама с переломом шейки бедра. Из музея мне пришлось вот в связи с такой ситуацией уйти. То есть, мало того, что я перенесла операцию, мне сейчас нужно еще за мамой ухаживать. Очень хочется вернуться к работе, быть активной, как всегда. Но пока не имею такой возможности, хочу обучать учеников, творить, как всегда. Ну, и вот девочки, видя то, что я как бы оказалась в такой ситуации, вот решили провести такую акцию. Я им очень благодарна за это, за помощь, за поддержку. Мы желаем Елене скорейшего выздоровления и приглашаем всех ценителей хендмейта на ярмарку местных мастеров. Будьте здоровы и пусть ваши друзья всегда будут рядом. На сегодня все. Берегите себя. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Наш генеральный партнер – группа компаний «Солерс». Всех вам благ, друзья, и крепкого здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова